Плач, плач у сердца моим. Знаемые слова крутятся под ногами, как маленький собачка, что хочет погуляться. Сдается, что в этом свете рукаются только мошки, а все остальное застыгло у чаканей. Я спробую заглушить тишиню, включающую музыку гучнее и гучней, безвынякова. Тогда я спробую взмогаться с тишиней, часом и худкостью. Я включаю спочатку повольные песни, потом худейшие, я ще худей, я ще худей. А тишиня больше сильная, больше протяглая, я ще пустейшая. Как притишить я, я мыю волосы, а потом долго расчесываю их, мокрый, марно. Как заглушить тишиню, я разглядаю мапу в околице города, где теперь живу. Как заглушить тишиню, я спробовал напиваться, а потом наедался шоколаду. Я спробовал залепить тишиней рот, выучаючи іншые мовы. Я спробовал заторкнуть ее и рот, включившуюся в светло у квартиры. Небыто я не один тут, мол, может, пойдешь, прогуляешься, ты ж бачишь, я не один. Не повелася халера. Я спробовал вырвать ее язык. Удалося. Але я на трассе, як почала мучать, довелось опрышить назад. Я отсыскался и разглядаю крошки, маленькие ниточки, частинки паперок и волосинки, дробязу, якая вырастая на диване, коли долго не прибираться. Я обстрыкал осадкой, покульта и не сломался. Я перемалевывал обрысы краины, з мапы на просвет, прасшкло, як и дятинстве. Я расчинял в окна и сподевался, что скрозняк приглушит тишу, але про холода заходила и бралася. Подпевать, подвывать, под такой тишине, тады я зачинял в окна, замыкают дверы, накручивал батарею так, что тепло перерастало у стеку. Вось оно. Губ поведомленья с далекого места примушил я ее змокнуть. Гадаты на хвилину те две. И тепер, коли тишиня вернулась, у ее чувствуется твой прысмах. Рауд манас сирци, иерасти в арди, маисас пакай, амикин, как суньица, айценот, рота латтес, лекшай пасаулей, кустикай мушас, bet виспареје сасинси сгаидас, пулос аpsлапает плуссуму, узгрежот музику арвien скаўар, вел тиги, у тар меиģину узveikt плуссуму ар лаипа у натруму, сакума леку лэнас, дзизмс, астат можагас, вел, лаи то аpsлапаету, мазгай мату силу, чемею, митрус, висвел тиги, лаи аpsлапает плуссуму, патор пилссетс, картē, району, kur tagад митinos, лаи аpsлапает плуссуму, es провею пiedzerties un саестies шоколаду, центos tam aizpāst muti, мācoties citas, валодс, меģинай то aptусинāt visās istabās, ieslēdzot gaismu, тā, ka nebūtu viens, sakai pasaigāties, мaita, меģināju izrautam mēlu, izdevās, tik šis mūzes sāka tā īdēt, ka nācās piešūt, es atspiedos un pētīju trupačas diedziņus, papīriņus, matīņus, visu tos gružus, kas sakrājās uz nekoptu paklāju, es plakšķināju pildspaldas slēdzi līdz salāls, es atvēru logus, cerot uz caurvēju, taču vēsais gaists ņēmās piebalstot dziedāt un gaudot klusumam līdzi, tad es aizcirtu logus un durvis, noregulēj radiātors, tā, ka siltumis pāraugas vēlmē, beidzot skaņas signāls no atālas pilsētas līdz tam apklus, tā esi tu uz pāris minūtēm, un tagad, kad klusums atgriezās, tam ir tevis piekarš. un pārķinājī 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 vēlmē, vēlmēē, kēcājī vēlmējā māi pārķinājī arīite Heavy pārķinājī pārķinājī vēlmē, jāpēkējī īsuks vēlmējājī pārķinājī jāpējī одолеть тишину временем и скоростью, включая сначала медленные песни, потом песни побыстрее, еще быстрее, еще быстрее, а тишина в ответ еще более плотная, долгая, пустая, чтобы заглушить ее и думать в волосы, а потом долго расчесываю, шевелюру густую, все в пустую. Чтобы заглушить тишину, я рассматриваю карту окрестностей города, где я сейчас живу. Чтобы заглушить тишину, я пытался напиваться, а потом объедался шоколадом. Я пытался заткнуть тишине рот, учась другим языкам. Я пытался заставить ее замолчать, включив свет во всей квартире, словно я здесь не один. Мол, сходи прогуляйся, ты же видишь, я не один. Не повелась, курва. Я пытался вырвать ей язык, получилось, но она, зараза, как начала мычать, пришлось пришивать обратно. Я отжимался и разглядывал крошки, маленькие ниточки, кусочки бумаги, волоски, весь этот мусор, что вырастает на ковре, если долго не прибираться. Я щелкал авторучкой, пока та не сломалась. Я открывал окна в надежде, что сквозняк приглушит тишину, но прохлада приходила и начинала подпевать, подвывать, поддакивать тишине. Тогда я захлопывал окна, закрывал дверь и накручивал батарею так, что тепло превращалось в жару. Вот оно, звук сообщения из далекого города, заставил ее замолчать. Это ты, на пару минут. И теперь, когда тишина вернулась, в ней чувствуется твой привкус. Гляджу на себя сбоку, отшиваю гешпанский сором. Мне, не хопая слыху, не хопая зроку, не хопая духу, признать, что я зновку разлучился поклоняться зором. Перебрал, разбыл, чужие размолы расплылись, а одразу бы рассинхронизованные до кино сабы, да и коли скончились все можливые способы поднять на ноги мяне боса га удалось оталацей с двух особов. Уключали лековые гурты на увесь дачный кооператив, спрацвала только плацебо, кам хоум, тубок говорка про первый альбом. И я слуху спросит непритомность, а ты да помогло мне. А ты свои 17 помнишь? А ты свои 17 помнишь? И ващем уключали, я аксета, корт, я да хэту, я акцессу классник мрую, не бими ни ухолас чтают, арцур рамбо, и ващена морта. Скатоз, уз себя, но малас, киздамс, но спаѣу, кауна, алсис, нав модрас, аксис, нав spодрас, сагурушис, у петруц дуушис, отзит, ка нетису звайзнену, у не грибус сакно явана. Резь была полная, свеча сарун, плута, несинхронис, как сабов фильмом, когда ритт азута, весь мир попал, услей, ману стову, басу и лопа, лиха, да жаду музыку, ле дабуту дзиву дардей, по весьу вазарненьку, кооперативу, иедарбовалась, так как пласиба, камхоума, но шивиņа первого албума, атьюдос, но слабума. Гляжу на себя, так вот ты каков, испанским стыдом отхлестан, мне не хватает слуха, не хватает слов, не хватает духу сказать себе, сука, разучился ты поклоняться звездам. Перебрал как-то раз, все плыло, разговоры чужие, обрывки фраз несинхронных, как фильмы саба, как меня приводили в себя, помню слабо. Поднять на ноги меня, последнего из коллег, удалось всем миром в лице двух человек. Включали музыку, один, второй, третий, целебный мотив, на весь дачный кооператив. Сработало только «Лосебо», «Камхоум», я имею в виду их первый альбом. Слушал будто из каменоломни, и тогда, наконец, помогло мне. А ты свои семнадцать, помнишь? А ты свои семнадцать, помнишь? Жизнь звучала как септаккорд, и я до сих пор, словно школьник, мечтаю, чтобы меня вслух читали Артюр Рембо и Вальжина Морт.